Всем привет! Это держатели микрофона и я на ледовой арене Дворца спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. Здесь проходит, наверное, центральная игра первого круга чемпионата Свердловской области по хоккею с мячом. Действующий чемпион Северский трубник принимает чемпиона позапрошлогоднего Карпинский спутник. Напомним, что именно эти две команды встречались в конце прошлого сезона в так называемом «золотом матче». Тогда победу со счетом 5-4 одержали Северские трубники. И в этом сезоне именно эти две команды – основные претенденты на хоккейную корону. В отличие от первого домашнего матча, второй и заключительный в этом календарном году домашний матч, Северский трубник проводит при благоприятных погодных условиях. Снега нет, поэтому команды могут демонстрировать всю красоту и всю... Вот удар, вратарь парирует. Поэтому команды могут демонстрировать весь свой скоростной хоккей, на что они, в принципе, всегда рассчитывают – быстрые атаки, контратаки. Забивает Карпинск, но вне игры гол отменен. Карпинск в первом тайме играет против Солнца, а Северскому трубнику нужно этим пользоваться. Во втором тайме ворота не поменяются, и наши будут в невыгодных условиях по этому. Пока что борьбы много, борьбых моментов мало. Нас на момент с углового отбился Карпинск. Черепной угловой исполнял Северский трубник, пробили выше ворот. Рядом со мной игрок Северского трубника Дмитрий Разуваев. Дмитрий, после первого тайма 0-0, чего пока не получается в игре? Тяжелый матч, достойный соперник. Опять же, качество льда, его залили, видимо, на поземку. Мяч дробит, скачет. Уделяешь больше внимания технике, владения мячом, а не именно игре. То есть, если по качественному льду ты уже смотришь какие-то либо продолжения, а тут у тебя, ты больше времени, да, внимания уделяешь контролю мяча. Из-за этого чуть-чуть, да, ситуация теряется, да, вот этой нету быстроты мышления, быстрого пасса. А так, в целом, равные команды, да, начало сезона. Неплохой первый тайм, да, обоюдно острый. Посмотрим, что будет во втором. Я думаю, что северский трубник должен выиграть. Вот стартовал второй тайм. Посмотрим, нашли ли тренеры в перерыве нужные слова в раздевалке, чтобы мотивировать своих хоккеистов на успешно атакующий футбол. Северский трубник начал с центра поля. Надеемся, это был единственный раз во втором тайме. У спутника шло удаление за удалением. Зашло до того, что одновременно на поле находилось только 8 полевых игроков. Северский трубник владел инициативой, территориальным преимуществом, но воплотить это все в голы пока никак не получается. В свою очередь теперь северский трубник заработал 2 удаления. Играет в меньшинстве. Спутник давит. Хозяева пока что отбиваются. Даже в меньшинстве хозяева огрызаются. Сейчас была опасная атака, вратарь гостей выручил. Забили трубники. Павел Чичалин забил единственный гол пока что в матче. 1-0. Северский трубник. На последних минутах пенальти ворота северского трубника. 1-1. Уже на самых последних минутах Павел Чичалин делает дубль и выводит северский трубник вперед. Болельщики просто негодуют уже. Спутник взял тайм-аут. Надеется все-таки на последней минуте провести последнюю атаку и отыграться. И довести дело до послематчевых пенальти. Рядом со мной главный тренер команды «Северский трубник» Сергей Карнаухов. Сергей Николаевич, встречались с главным соперником своим, с которым последние несколько лет делите чемпионство. Очень напряженный получился матч и удаление, и пенальти. Довольны вообще результатом игрой? Игрой, честно говоря, не очень доволен, потому что на самом деле я вот чего и опасался, что мы тур пропускали. Они два тура сыграли, более сыграны получились. У нас первый тайм получился лучше. Надеялся на второй, а у нас наоборот получилось, что мы отыграли хуже. В первом тайме три момента штанга, и должны были забивать, и счет уже был какой-то более-менее приемлемый. А видите, борьба до последней минуты. Ну, болельщики, наверное, помнят, последние игры все так проходили. И в том году у нас мы заканчивали тоже «Спутнику», проигрывали. Так что игра, я считаю, была равная, команда очень хорошая. Они подпитываются все-таки Краснотуринском. И есть кому играть, и тяжело с ними. Повезло, конечно, со льдом немножко, что снега не было, но качество льда тоже ребята ропщут. Ну, стремиться будем к лучшему. Главный результат, поэтому еще и играть там, и еще с другими командами тяжело. Так что доволен, очень доволен сегодня. Спасибо всем ребятам. Спасибо вам, удачи в дальнейшем. Это был держатель микрофона Максим Исаенко с последнего домашнего матча Северского Трубника в этом календарном году. Следующая игра пройдет уже только 5 января. Поэтому приходите, поддержите нашу команду. Сейчас очень нужна поддержка в ВСБ за чемпионство. Не забывайте подписываться на держатель микрофона в Ютубе, Дзене и во всех социальных сетях. Это был Максим Исаенко. Болейте за наших, занимайтесь спортом. Пока!